Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня будем играть Battle Royale Tycoon. Мне пришли ключ к разработчику, очень положительные отзывы в стиме, будем сегодня конструировать, строить арены, где будут сражаться гости нашего парка, поддерживать высокий уровень счастья у клиентов и платить своим работникам и получать прибыль. Ребят, вот такова суть нашего интересной игрульки, соответственно ребят, если нам понравится, то обязательно ставьте лайкосик и давайте будем начинать, так что усаживайтесь поудобнее. Игру мы начнем наверное, думаю с новой карты, с обучения и соответственно ребята посмотрим, так что у нас здесь такое есть. Здравствуйте, мы рады увидеть вас в парке, ну если мы будем строить интересный парк, так окей, хорошо, здесь мы будем развлекаться, развлекать гостей и исполнять их потребности, получая за это прибыль. Ну это понятно, давайте для начала разместите простое здание Тир, да без проблем, давайте попробуем. Так и что же нам нужно будет сделать, взять вот здесь, а здесь взять вот так и вот как-то вот так вот, ба-бам, хорошо. Так, это окно здания, которое можно перетаскивать, щелкнув мышкой название и удерживайте его, попробуйте перетащить его, это окно прямо сейчас. А, ну то есть вот как-то так можно делать, это понятно. Здесь вы можете посмотреть необходимые условия для размещения здания перед открытием. Я, кстати, здесь любил очень сильно играть в подобные игры в стране парка, ребят, так что думаю, что игрушка многим зайдет. Ну и, соответственно, здесь можно просмотреть необходимые условия для размещения здания перед открытием, то есть вход, выход, площадка, ячейки и так далее. Так, мы должны здесь остановить вход, давайте поставим вход и поставим выход, вот как-то так, есть. Теперь нужно будет разместить площадку с целями, с мишенями, поставим ячейки для предметов, например, одну пока построим, отлично. Тир построен, теперь нам нужно работник, который будет обслуживать гостей, без проблем. Так, что нужно будет сделать дальше? Откроть окно работника, вот у нас здесь окно, тут у нас работнички, можно одного купить, наймите шесть. Нанимаем шесть человек, наймите работников, которые начнут трудиться грузчиками, перемещая предметы между зданиями. Так, ладно, вот они, посмотри, побежали-то быстренько. Так, окей, наймите, так, нужно, наверное, вот сюда нанять, что ли, да? Получается, так, перемещать предметы между зданиями, посмотрите, я одного нажал сюда, и он тут же забегает, видите, да? Так, окей, он тут все принес, все настроил, дальше-то что, подождите, трудиться грузчиками, перемещая между зданиями. Нужно наймить работников, ну, мы вроде бы наняли, может быть, еще одного работничка нанять? Давайте второго наймем. И, наверное, можно как-то открыть уже, открыть. Камеру можно передвигать с помощью, ну, это понятно, это мы знаем, приблизить и отдалить это тоже знаем. Также вы можете управлять в течение времени, можно время ускорять, замедлять. Работника направили в это здание, теперь он будет наводить порядок на площадке перед мишеньем и раздавать гостям оружие. А теперь давайте приобретем для наших гостей оружие. Откройте окно оружия. Берем здесь, берем здесь, берем хотя бы пять стволов, например, наши работники принесут оружие в ячейки для предметов тира. Дальше, теперь нам нужно место, где расположить все остальное. Выберите склад. Возьмем сейчас склад. Так, вот он здесь. Делаем вот так. Окей. И теперь у нас есть склад. Здесь будет храниться оружие. Я купил пять стволов, должны туда унести их. Где мои стволы? А теперь давайте поддаваем очередь к входу в тир. Выберите очередь. Выбираем здесь очередь. Так, раз. И два. Вот, например, вот так. И, например, тут можно дорожку провести, вот как-то вот так сделать. Вот так вот. Раз. И готово. Посмотрите, первый уже есть клиент, ребята. Да, уже первый человек пришел, взял ствол и начал уже стрелять и зарабатывать деньги. Мы 9999, короче, зарабатываем. Короче, 10 баксов с каждого человека. Посмотрите, работничка тут уже хватает веник. Он убирает. Кстати, пистолет здесь ломается. Потом нужно будет делать мастерскую. Так, идем дальше. Все готово. Пора принимать гостей. Смотрите, как они выстраиваются в очередь у тира. Уже у нас очередь есть. Это здорово. Дальше что там? Отлично. Теперь нам, нашим гостям, будет чем заняться. У наших гостей также есть потребности. Нужно и о них позаботиться. Иначе они покинут парк и будут несчастны. И что же нам нужно сделать? Сперва разместить киос с едой, чтобы удовлетворить аппетиты гостей. Давайте сделаем. Так, киоск с едой. Бам. Дальше. Теперь давайте поместим киоск с напитками, чтобы утолить жажду. О, да, ребята. Когда ты находишься в парке, ты должен и поесть, и попить. Наконец-то разместим туалет, чтобы они могли опорожнить мочевой пусырь. Кусыри. Окей. Так. Это нам вот сюда. И делаем вот как-то так. Делаем туалет. Прекрасно. Туалет забабахали. Разместите вход. Размещаем вход. На эра английской у нас получается можно менять вход местами. Дальше. Разместить унитазы, видимо, нужно, да? Давайте добавим унитаза. Вот так вот сделаем. Например, не знаю, правильно или неправильно мы сделали или неправильно. Подожди, подожди. Погоди. Мы, по-моему, их закрыли. Что-то мне такое ощущение, что что-то мы тут не то сделали немножечко. А ну, возьмем унитаз и попробуем его развернуть. Вот как-то так, наверное. Давайте вот так сделаем. Во! Теперь все окей. Это у нас со стеной получилось. Ну и открываем туалет. Так, вход у нас... Что там? Вход, вход, вход. Погоди, что у нас нету-то? Вход. Так. Это у нас вход? Погоди. А это выход. Окей. Так, все вроде бы сделали. Можно сделать очередь, наверное. Давай сделаем небольшую очередь, чтобы у нас людишки как-то вот так вот шли. Ну, допустим, вот как-то так, например. Здесь размещаем и соединяем вот так вот. Бам! И вот так вот. Бам! Во! Хорошо, ребята. Все. Вроде бы готово, наверное. Надеюсь, да. Так, не забудьте. А напольные плитки для выхода в туалет. Ну, это понятно. Напольную плитку нам, в принципе, тут-то зачем ее ставить-то, а? Ну, как-то хитро нам объясняет. Ладно. Готово, ребят, туалет. Можно запускать. Открываем туалет. Все, открыт туалет. Добавьте работников в киоск с едой и напитками. После этого откройте все три здания. Так, ладно. Добавляем работника одного сюда. Открываем. Добавляем работника вот сюда. И тоже открываем все это дело. И клеточки вот эти все можно закрыть. Вот это все вот это вот. Так, все у нас готово. И у нас, в принципе... А, погодите. Знаете, что я забыл сделать? Ёлки-палки. Теперь наши гости будут счастливы. Ведь они смогут удовлетворить все свои потребности. Так, секундочку. Секундочку. Я-то кое-что, знаете, что-то не то. Немножко сделаю. Немножко дорожку разрушим. Вот так. Сделаю очередь. Очередь надо же было сделать. Магазинчик. Да, раз. И здесь вот очередь. Вот так вот, бам, да. А теперь нужно вот сделать. Вот так вот, да. Чтобы у нас люди могли. Во. Все, теперь они заходят. Видите, как здорово. Ребят, просто обалденно. Так, с каждым используем оружие. Теряет прочности. Давайте построим мастерскую, чтобы чинить его. Оружие, ребят, у нас ломается. Поэтому нам нужна мастерская. Давайте. Без проблем. Окей. Постройте мастерскую. Разметите выход. Два работника, рабочих станка. Четыре ячейки для предметов. После этого наймите двух работников. Делаем мастерскую. Так, куда бы нам ее поставить? Нам, в принципе, вообще. Хоть куда можем поставить. Так, ну давайте, наверное, города вот сюда мы забабахаем. Допустим, сделаем вот такую вот мастерскую. А теперь у нас будет выход. Здесь только выход, что ли, из нее есть? Допустим, выход. Дальше. Рабочие станки. Так, вот, допустим, три рабочих станка. И ячейки. Размещаем тоже ячейки. Четыре ячейки я разместил. Где у нас будет, в принципе... В принципе... Смотрите, уже работнички подхватывают. Уже бегут. Все уже. Посмотрите, как они его шустры-то, а? Мутят, крутят, а? Вот это круто. Вот это да. Так, сколько мы здесь работничков возьмем? Например, два. Я бы еще, наверное, нанял бы работников. Как тут можно нанять-то? Подождите. Работнички. Кстати, здесь можно делать так, чтобы, например, работнички у нас были сразу же не менее пяти. Всегда оставалось здесь людей, поэтому делаем пять работничков, чтобы они у нас про запас были. На всякий случай. Так, а теперь что? Мастерская у нас работает. Посмотрите, они схватают пистолеты. Пистолет здесь в тире ломается. Теперь грузчики понесут поврежденные предметы в ремонт. Класс. Нам нужно больше грузчиков. Откроете окно и работников. Так, открываем. Здесь можно установить минимальное количество грузчиков. Мы автоматически начнем, наймем работников, как только отправим кого-то за них в здание. Так, понятно. Это мы сделали. А теперь давайте построим первую арену. Давайте. Пока мы можем построить только один тип арены. Арена для поединков. Выберите ее. Постройте. Давайте построим. Так, арену берем. Первая вот эта арена для поединков. Куда бы нам ее разместить? Где бы, где бы, где бы. Например, вот, допустим, с этого края. Ну, допустим, она будет у нас большая. Арена прям топовая. Бам! Да, ребята, вообще класс. Воу! Поздравления! Невероятно. Дальше. Размещаем, как обычно, вход-выход. Делаем вот как-то так. Это у нас вход. Здесь у нас будет, наверное, выход. Дальше. Что нужно дальше? На арене для поединков проходят поединки между двумя гостями. Разместите два места появления. Места появления одно, например, и место появления два. Здесь у нас, короче, будет батл-рояль, короче, королевская битва, ребята. Пап, короче, будет. Пусть арена нам не понравится нашим гостям. Не понравится нашим гостям. Разместите стены или стены по грудь. То есть здесь есть два вида стен. Это у нас высокие стены. Вот эти вот высокие, например. Вот, допустим, как-то так. Так, и здесь стены по грудь, чтобы они могли прятаться и за них стрелять. Ребята, это просто офигенно. Это просто офигенно. Дальше. Как видите, планировка арены теперь сбалансирована. Прекрасно. Теперь можно пакета здоровья накидать, например, вот так. Аптечки на карте накидаем, чтобы они могли хилиться. Дальше. Ослепляющие гранаты. Флешки. Дальше вот так. А что еще можно там? Там столбы какую-нибудь, столб поставить, не знаю, там что-то бутылки какие-то тоже кинуть. Я не знаю, для чего они нужны. Ну, может, там попить кому-то захочется. Дальше что? Теперь нанимаем сюда работничков, например, человека два, а может даже три. Так, как видите, планировка арены сбалансирована. Дальше там что нужно. Здесь можно увидеть, какой тип оружия используется в этом здании. А, теперь мы должны нажать тип оружия. Какое? Здесь автоматы. Нет, вернее, винтовки. Для того, чтобы у нас тип оружия был, нам нужно разместить туда ячейки для предметов. Давайте поставим вот сюда. Ячейки для предметов. Здесь два и, например, здесь два. Так? Так. И теперь нужно закупить винтовок. Ребят, нам нужны винтовки. У каждого гостя свои предпочтения. Они получают бонус, к счастью, если в здании используется оружие их любимого типа. Так, оружие. Давайте, давайте возьмем оружие и закупим их штук пять, например. Купим пять винтовочек, а может даже, может даже и шесть, например. Вот так вот. Так, покупаем. Откройте арену и развлеките четырех гостей. Не забудьте купить винтовки. Устройте очереди. Временем можно управлять с помощью указанных клавиш. Ну, это понятно. Временем нам не интересно управлять. Нам интересно запустить гостей и посмотреть, что они сейчас будут делать, ребят. Просто, что они сейчас будут делать. Кстати, я забыл очередь придумать. Так, очередь вот эту мы поставили. Дальше. Выход тоже разместили. Очередь у нас будет маленькая. Можно было, конечно, и побольше сделать. Вот два человека, например. Опа, пошла зара. Посмотрите, вообще топ. Смотрите, они хватают винтовки. И погнали. Просто кидают друг гранаты. Смотри, один затащил. Красава. 1-0. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас будет. Молодцы. Смотри, сразу флешку кинул, что ли. Так, неплохая атака. Посмотри, как один валит другого. Просто вообще, ребята, топ. Кто-то отхилился. Он взял аптечку. Погоди. А, теперь наоборот. Теперь наоборот. 1-1 счет. О, прекрасно. Все довольны. Мы зарабатываем деньги. Это круто. Кстати, здесь можно варьировать цены. Можно сделать, например, 21 доллар. И работнички тоже выбегают и начинают все это дело собирать. Обратите внимание, как это круто, да? То есть там гильзы собирает, расставляет обратно заново предметы. Если винтовки сломаны, они их уносят в мастерскую. Короче, прям вообще прикольненько. И следующая партия у нас уже захурит. 2 человека. Они, в принципе, сейчас зайдут. И опять у нас выстроится очередь дальше. 2 человека сейчас должны следующий подойти. Да, действительно, подходят 2 чувака и ждут. Можно было очередь, конечно, по длине сделать, чтобы это было прикольно. То есть там 4 человека, чтобы ждали. Ну, я думаю, так будет очень круто. Ну, в принципе, у нас тут туалет. Люди ходят. Газировочки, бургеры. Тут дуэли нас. Здесь мастерская. Ремонтирует оружие. Винтовки пока еще не понесли. И следующая пара уже выходит. Да, я так понимаю. Оба. Бам. Флешку кидает. Нормально. Пошла жара. Да, 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 да. Красава, заработал. Еще мы зарабатываем еще двадцаточку. Это просто, ребят, великолепно. Если мы хотим разместить улучшенное здание, арена, то вначале нужно провести исследование в лаборатории. Исследование в лаборатории. Нужно что сделать? Теперь лабораторию, что ли, нужно будет поставить? Лабораторию. Так, ставим. Куда мы ее поставим? Давайте рядышком поставим, например, куда-нибудь вот сюда. Я не знаю, ее большую, небольшую. Какую ее делать-то? Так, теперь нужно выход поставить к ней. Окей. Так, лаборатория готова. Дальше. Письменные столы. Здесь можно размещать письменные столы. Давайте попробуем. Так, раз, два, три. И работничков. Сколько можно нанять? Например, троих. Нанимаем работничков. Что тут еще можно сделать? Все. Исследование. Здесь можно посмотреть различные типы зданий, которые можно исследовать. Можно начать с маленькой арены для захвата флага. Маленькая арена захвата флага. Давайте нажмем на нее, и она начинает у нас разрабатываться, исследоваться. Эти люди сейчас будут исследовать ее и откроют нам новый аттракцион. Это классно. Так, захват флага. Прикольно. Чем больше у вас письменных столов, тем быстрее будет проходить исследование. А, можно еще один письменный стол доставить. Ну, в принципе, нормально, ребят, проходит. Ну, можно, в принципе, давайте еще один поставим без проблем. В принципе, одного еще наймем вот так вот, да. И все, погнали. Четыре чувака. Четыре у нас. Во, пошло, ребят, пошла жара. Так, теперь что нужно сделать? Теперь вы знаете, как управлять парком и расширяйте его. Развлекайте гостей, следите за удовлетворением их потребностей и зарабатывайте деньги. Не знаете, что делать дальше? Выполните текущую цель и прислушайтесь к мыслям своих гостей. Вперед, сделайте свой парк самым успешным заведением всех времен и народов. Удачи! Классно. Здорово. Так, тут у нас жара идет. Что можно еще здесь построить? Значит, сейчас исследуется у нас вот-вот, значит, парк. Давайте еще одного чувака добавим, чтобы они прям вообще перли. Прям исследовали, как боги. Так, исследование. Сейчас еще один чувачок. Во, нормально, ребят, пошло прям вообще пятером исследуют. Шикарно. Можно новое, кстати, оружие здесь исследовать. Тут ремонт идет, посмотрите, прям мастерская у нас прет. Три человека, я думаю, пока для такого парка достаточно. Я думаю, что можно еще киосок с водой поставить, потому что проблемки у нас небольшие, что-то с водой я что-то заметил. Немножечко у нас как-то это есть, есть чуточек. Давайте мы вот так сделаем, вот так вот. Так, хорошо. Развлечение гостей 250, что-то мы там уже открыли. И киосочек мы поставим вот сюда, вот как-то так. Наймем одного человека и разместим туда очередь. Разместим туда очередь. Все, можно открывать. Давайте, открыли его. И цены, кстати, в киоске нельзя менять. Все, теперь я вижу, с бургерами нормально, в туалет народ успевает. Ходить все окей. Здесь у нас небольшая очередь все время трется. В принципе, уже неплохо. И вот буквально чуть-чуть остается, чтобы нам захватить флаг маленький. Арену с захватом флага, ребята. Прокачать. И это будет офигенно. Там следующее. Командный бой насмерть. О, есть еще. И арена батл рояль. Средний. 3000 долларов стоит. Вау, ребята. Просто вау. И у нас открывается, да? Давай сразу же поставим задачу, чтобы следующее открывали. Здесь заходим сюда. Захват флага. Захват флага. Я думаю, наверное, можно где-то вот, где-то задеть его, разместить. Он, наверное, очень дорогой будет. Так, вот такой вот, бам. Можно поставить, нет? А можно, а можно вот так? А можно, а можно как-нибудь? Подожди, может, еще больше, что ли? Ого-го, еще больше надо делать его. Вау, ребят, просто. Офигеть, вы что? Такой здоровый, что ли, Бури, да? Так, поздравляем вас. Давайте сделаем вход. Например, здесь. Выход вот здесь. Допустим, здесь. Дальше. Место появления синих. Синий у нас будет стартовать отсюда. Красный у нас будет стартовать отсюда. Дальше. База красных. База красных вот здесь. База синих вот здесь. Ну, у меня, может быть, баланс не больно. Ну, как бы, будет немножко здесь хромать, но сама суть, как бы, понимаете? То есть, приблизительно сделаем что-то в этом духе. Теперь мы сейчас можем поставить стены вот так. Понятно, что такие карты нужно балансировать нормально, но мы же угораем, как бы, да? Смотрим. Интересно просто такой режимчик, ребят. Просто невероятно. 2D. Battle Royale. Офигеть. Захват флага. Я помню, я играл в Quake 3. Там вообще, вот я помню, захват флага больше всего я наиграл в Quake 3. Никогда не думал, что вообще можно делать подобные игры в 2D. Это прямо что-то свеженькое, что-то новенькое. Гранаты, мы аптечки, сейчас мы накидываем на карте. Рандомно вот так накидаем. Дальше там бутылки, я не знаю, там для чего, кстати, бутылки, ребят, напишите в комментариях. Так, о чем мы еще можем? Ячейки для предметов. Например, у нас ячейки будут 1, 2, 3, 4. Допустим, по 4 здесь. Вот так, по 4 сделаем здесь. И какое оружие здесь можно бы нам взять-то, а? Допустим, давайте возьмем дробаши. Пусть именно на дробашах хлещатся. Дробашики, ребята, дробашики. Ну, а дробашки нам нужно будет закупить тогда. Давайте возьмем штук, наверное, 6 дробашей. Пускай они покупают сейчас. И мы сейчас ее, в принципе, будем открывать. Наймем туда 2 работничка. А 2 работничка хватит, да? Ну, троих возьмем, чтобы они прям вообще... И цены на доллар подзавысим чуть-чуть. И теперь можно будет уже, в принципе, открывать. Я только сейчас сделаю небольшую очередь вот такую вот. И все, ребята, и все. Так, проходим вот так. Вот. И сюда. Отлично. Во, все, открываем. Так, что еще не хватает места появления? Место появления. Че мы еще забыли-то? Подождите, че мы еще забыли? Место появления, появление места, место... Появление синих мы поставили. В чем проблема? Место появления 4. А, нужно 4, может быть, их поставить. Что-то не пойму ничего. Так. И тут еще у нас... А, это игроки-то здесь будут появляться. Правильно? Да, все. Теперь открываем. Тут у нас будет трое на трое, походу. Ребята, вот это будет сейчас вообще мясо просто. Просто будет мяско. Так, дробаши привезли. Дробаши нормально. Все разместили. Тут пистолеты принесли. И дробаши принесли. Короче, с чем народ будет сейчас хлистаться? Ну-ка, давайте глянем, ребят. Поддержим лайкой сами наших бойцов. Они поехали. Взял... Взял флаг и унес. Что? А они будут друг друга стрелять или нет? А, во, пошло, пошло, пошло. Что-то первый раз они как-то... Ну-ка, давай, давай, давай. Они с половиной с пистолетом. Половина... Так, все, что ли? Флаги поуносили. Так, нормально. Захват флага. На трое работничков выбегает и начинает все убирать. Все убирает. И, соответственно, следующая пара уже готова. Бойцы. В принципе, здесь можно было... В нашем очереди сделать чуть-чуть побольше. Ребят, я думаю, что может быть ее побольше сделать, а? Давайте чуть-чуть ее побольше сделаем. Вот так вот, да. Пускай туда еще два человека, чтобы сейчас сразу целая команда зайдет. И это будет офигенно. Мясо, ребята, будет. Ох, да. Вот это... Слушайте, и по 20 долларов за человека здесь получается. То есть... Это прям большие деньги. То есть мы, в принципе, можем ее окупать. О, тут уже взяли дробаши. Нормально, погнали. Давай с дробашами, ребят. Работаем, работаем, работаем. Ну, оба, во-во-во-во-во-во-во. Вот это, вот это, вот это крутейшин. Прям какой-то дикий, дикий запад, ребят. Дикий запад, жесткий. Жесткий аттракциончик. Просто мясо, ребят. Просто самое настоящее. Все, вышли довольные такие. Побежали мужики. Блин, красавчики. Пошли там напитки хлистать разные, да, там. А тут у нас ремонтируют оружие, если оно вдруг ломается. И, соответственно, что-то у нас тут недовольный. Тут можно, кстати, прочитать. У каждого есть свои параметры там. Где он уже был. Какое у него настроение. Голоден. И вообще, что он вообще хочет. Какая-то информация о нем. Это круто, ребят. Ну, собственно, вот такая у нас игрушка. Battle Royale Tycoon. Тут у нас очень много. Тут еще разработчики о нашей лаборатории открыла. Еще следующие. Командный бой насмерть. Ну, а также Battle Royale можно открыть следующие. Ребята, если вам игра понравилась, то если вы заходите посмотреть Battle Royale, какой здесь самый лютый аттракцион, то обязательно ставьте лайк. Давайте наберем побольше лайков, потому что игрушка действительно оригинальная, интересная. И поддерживайте лайкосами, комментариями прямо сейчас под видео. С вами был Родригес. Я желаю всего самого хорошего, успехов, удачи. И пока-пока.